Сегодня у нас 2 октября 2018 года. Татьяна Салмановна Макдум, Саифудин, это я. Мы приехали в администрацию кооператива Марина. Я буду сейчас получать мои новые справки на мой эллинг. Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эллинг 24. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Здравствуйте, я бы хотела подручить вот мои справки, которые я заказываю на мой эринг. Меделяйская, дом 1, литера М, дом 9b, L24. Яна, Владимир Ильич очень не делал справки. Как я делал? Он сказал три дня, а мы начинаем заказывать. Так, что там надо ещё в этой справке? Там надо свидетельство о переменении, копию надо, свидетельство о переменении. Есть у вас с собой? Да, у меня есть, конечно. Конечно, есть. Что же с родным сказали? Мы это не знали, поэтому не сказали. Пожалуйста, давайте. И вы знаете, вот ещё фотографии на мой новый пропуск. Фотографии должны быть какого размера? Ну вот какая подойдёт? Вот эта или вот эта? Какая? Да я думаю, что, наверное, и вот эта подойдёт. Это тоже подойдёт? Ну заявление пишите. Я заявление уже написала. Да? Да. Я написала заявление и на пропуск, и на новые справки. И принесла. В прошлый раз я написала заявление. Так вы сегодня фильм сегодня отдали, я не видела. Да как? Я отдала. Он сказал, единственное, что принесите фотографию. Вот, поэтому, и всё. Ну давайте пропуск, фотографию возьмём. Ну вот пропуск. Вот эта фотография будет нормально. Да? Я не понимаю. Так, потом там вопрос у нас стоял о выдаче документов, любых справок и всего остального при погашении задолженности. Вы когда планируете погашение электричества? Ну так как я написала заявление, через трёх месяцев я собираюсь выдавить. Ну я думаю, что вот тогда в течение трёх месяцев вы написали заявление рассрочка, а выдача справки будет после получения нами ЕЛИ. Нет, а почему? Мне справка нужна меньше документа. Смотрите, вот есть права и обязанности. Да, вот право кооператива, обязанность, точнее кооператива выдать вам справку. Ваши обязанности осматриваем заявленно и не видят годы, как это происходит. Поэтому права и обязанности должны уже себе тайны, исполниться. Да? Вы сразу требуете паспорт. А мы требуем, мы лишь прошу. То есть я прошу заменить мой документ, потому что я поменяла мой паспорт, понимаете? Всё правильно. То есть официально я поменяла мой паспорт. Вы сейчас будете продавать, Еленька? Да, я буду продавать. Я его продаю. Когда вы будете продавать? Я вообще его продаю. Я как бы... Я продаю мой Эленьк уже несколько месяцев, как бы. У меня ничего нет. Я понимаю. Надо будет папку положить по члену кооператива. Надо копить паспорта. Ну, а копия паспорта у Вадима Федоровича. Значит, тогда... Ну, пускай режет вас. Да, чтобы не потерялось всё. Поэтому давайте мы тогда будем обоюдно исполнять обязанности члена кооператива. И кооператив будет точно так же... Вы согласны? Нет, абсолютно. Нет, Татьяна Юрьевна, вы согласны с этим? Татьяна Салмановна. Да, Татьяна Салмановна. Не привыкнуть пока. Почему? Нет, я не согласна. Потому что... Не согласна? Я не согласна. Вы согласна. Вы согласны с тем, что вы воду льете, а платят за это кооператив. Причем это в таких объемах. Вы знаете что? Вы знаете что? Я вам хочу сказать, что я официально поменяла паспорт, и это является документами. Официальные документы вы не имеете права мне не выдать. А вы имеете права не платить. Согласна? Я вам написала заявление, что через 3 месяцев я оплачу. Ну, вот вы оплатите, придете за справкой, и мы вам сразу выдадим ее. То есть вы отказываетесь от этой справки? Нет, мы не отказываемся. Если у вас будет переуступка, вот когда вы придете на переуступку, естественно, мы вам выдадим эту справку, потому что переуступка без погашения долга тоже невозможна. То есть, понимаете, мы должны друг к другу либо уважительно относиться и требовать, и взамен точно так же исполнять свои обязательства, либо вы этого не можете делать, но, соответственно, вы от нас тоже не можете ничего требовать. Согласна? Я не требую. Понимаете? Мы вас просим. Нет, я официально поменяла платить. Хорошо, я понимаю, что делить идет о официальных документах. Понимаете? Дело в том, что… И вы можете подчистить какую-то следующую переуступку, да, чтобы это был как законный документ, что она вот здесь. Поэтому, пожалуйста, если вопрос зайдет о том, чтобы переуступка происходила, да, чтобы вы подтвердили, что вы являетесь членом кооператива, что ваш покупатель точно так же будет удостоверен в том, что вы член кооператива и имеете право на какие-то действия с этим эллингом, естественно, мы вам выдадим справку, потому что вы будете погашать долг. То есть для всего остального, для всего остального. Без электричества 180 тысяч. Поэтому… Ой, выдайте мне, пожалуйста, вот этот вот квиточек на оплату. Вы мне показания по электричеству не даете. Ну распечатайте мне на сегодняшний момент, сколько я должна. Без электричества. У нас обязанность есть подавать членам кооператива ежемесячно все данные. Понимаете, вот, я не знаю, Татьяна Салмановна либо не хочет понимать, либо по каким-то другим причинам, но не собирается исполнить, да. Ну попробуйте поговорить, объяснить, что надо все-таки обоюдно. Мы живем с вами в сообществе, да. Хорошо, хорошо. Я понимаю, что вы отказываетесь мне выдать справки. Я правильно поняла? Нет, вы не правы. Мы вам… Давайте мы вам напишем официальный ответ. И сейчас на ваше заявление мы ответим, что все документы, которые вы просите, не требуете, просите, будут вам выданы при погашении задолженности. Вы хотите такой официальный ответ? Давайте мы вам сейчас дадим. Вас устроит это? Давайте, давайте напишите мне, напишите на мое заявление. На самом деле это видимо лица не стоит. Только вот долг, сто восемьдесят тысяч, я злачу его. Вадим Феликсович, как члены кооператива, платят. У нас же не кредитная организация, да. Пойдите, возьмите кредит. Вот проценты. Здесь же то же самое получается. Татьяна Саламовна, она написала заявление, что в течение трех месяцев долг будет погашен. Подольются, показания даются. Истекает третий месяц. Она же льется мимо счетчики, то есть она никуда не деться. Татьяна Саламовна, здесь и написано, что вот показания счетчика – это коровы. Вам надо пойти и снять эти показания самостоятельно. Да нет, это не проблема. Ну вот вы готовы это сейчас делать? Я вот, пожалуйста. Ну вот я понимаю, что по свету. По свету. По свету. По свету пока нет. По свету. По свету. По свету. По свету. По свету. Вы, как член кооператива, обязаны платить деньги. Именно за то, что вы потребили. Мы не требуем каких-то мифических сумм от вас. Вы электричеством пользуетесь? Пользуетесь. Водой вы бесконечно поливаете все. Болото устраиваете? Устраиваете. Вы за это платите? Нет. Причем вы не платите это ни месяц, ни два. Сколько не платится человеку? Год. Год. Это нормально? Вас бы уже из квартиры любой, извините, засунули бы, как там делается это? Вы знаете что, вы незаконно снесли мне пристройку. Я вам уже писала заявление. Давайте не будем начинать. В марте 17 года. Незаконно Арлов, незаконно Арлов Олег Анатольевич снес пристройку. Понимаете? К моему эллингу. Я купила материалы. Я заплатила рабочим. Понимаете? Я заключила договор. Я заплатила деньги. Понимаете? Он незаконно пришел и снес. Сказал, что буду другим. Никому здесь больше не снес.